И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. И, собственно, да, в названии написано, что-то типа будет ледяной пещер, там прохождение, все дела, но хотелось бы начать, конечно же, с того, что у меня здесь изменилось. Как вы видите, база у меня ни капли не изменилась, но у меня появилось три альфа-волка, такая вот маленькая стая, да. Красного альфа-волка, то есть одного белого я вроде бы показывал прямо на видео, да, я его уже ловил, вот, другого белого волка я нашел где-то и уже не помню где, и я его протащил, а вот красного альфа-волка мне привез от Зака. Я сегодня пришел с работы, смотрю, о, у меня альфа-члист стоит на базе, вот, ну давай, блин, застряли. Вот, отлично. В общем, красный 610-й уже, белый 683-й и еще один белый 717-й. Характеристики, вот они, особенно 30 тысяч хп, неплохо. Такс, у этого, получается, я до 15 тысяч вкачал, ну и так сказать, скорость немножко прокачал, чтобы они до Эрвульфа, ну, Бадаса догнать могли, а то что-то фигово они. И вот этого раскачал немного. Пришлось повозиться конкретно вот с этим раскачкой и с вот этим раскачкой. Как вы видите, они очень хорошо вкачаны. Вот этого я не качал, все, что он вкачал, это все вот так с простоя он вкачал, потому что 30 тысяч здоровья, это у него и так дофига просто. Вот, ну и вот он, вот он, вы посмотрите, какой красавец, это просто обалдеть. Когда я Бадаса увидел вблизи, я смотрю, да ладно, у него просто вся шерсть, но он же все-таки, типа, такой, холод, все дела, и он реально такой крутой. Посмотрите, даже Альфачи так не выглядит клево, как Бадас. Я хочу найти огненного, посмотри, как огненный выглядит вблизи. Хочу посмотреть ядовитого, если они существуют, а они должны существовать. Ох, хочу посмотреть. Ну и вот они, собственно, его характеристики. Так вы видите, я ему вкачал самый большой дамаг, потому что я ему вкачивал дамаг скорость, не качал ему, потому что он так быстро бегает. Торпор у него 40 тысяч, что вполне здорово, и здоровье у него 19 тысяч. Но это еще не все, смотрите. Хоть он и Бадас, но... Круто, да? Ну, я бы даже так сказал, ну, что-то по сравнению с медведем по крутости. Лично для меня, опять-таки же. Вот. Не знаю, как вам, пишите в комментариях, нравится ли вам, как анимация волка происходит, когда повышаешь ему левел. Вот такая вот моя банда по цифре 9, они у меня находятся. И по цифре 9 что-то... А, вот. Вот, вот, вот они, получается, по цифре 9. Вот они. Вот, и все остальные, они отключены. Вот. Это чисто только они. Альфа-Чей я поставил на... Атакует вашу цель. И, собственно, буду бегать на Бадасе. Пойдем мы в пещеру. Но, сначала давайте посмотрим, что у нас здесь. Во-первых, ну, опять-таки же, Адзака мне притащил на базу... Большого гигантозавра. Большого, просто огромного гигантозавра. Да, вы не ошибли, зерева. И сейчас мы к нему вернемся. Во-первых, давайте посмотрим характеристики. Я ему вкачал дамаг. Во-первых, 45 тысяч здоровья. О, 405 тысяч здоровья. 247 с половиной тысячи торпора. Выносливости сраного тучи, кислорода сраного тучи, еды сраного тучи. Веса просто дофига. И качаем у ближний бой. Вот, собственно, все, что коверцы хотел сказать, но суть вы видите. Это просто сраный козел, дамаживший по 7,5 тысяч. Ну, 7,200 там и так далее. Просто 7 тысяч. 7, мать его, тысяч. Когда все остальные, у меня максимально там намажут 600. А этот 7 тысяч. И да, он добывает лес. И теперь смотрите. Ох, аж залагал от такого количества дерева. Просто с одного дерева 6,700. Бобер отдыхает. Бобер, мать его, отдыхает. И я теперь понял, почему от зака говорил. Да я на гигантозавре бегаю, там типа это... На болоте грибов добываю много. Этот козел добывает дерево в таком количестве, что срать его, пересрать. Господи. Я когда ударил случайно по дереву, вдруг, твою мать, скука дерева. Знаешь, мне оно столько не нужно, куда его столько. И он у меня сейчас просто хламится в инвентаре. Я сейчас делаю очень большую, прям, глупость, можно так подумать. Но! Срубив это сраное дерево, я получу 6,000 дерева. Здесь я выкинул, ну, от силы штуки 3 таких дерева, да. Ну, хорошо, 4 дерева таких выкинул. А теперь посмотрим туда, сколько у меня там деревьев. Как вы думаете? Быстро я добуду. Вот такие вот дела. Кстати, как видите, я здесь немножечко разжился фундаментами в огромном количестве. Почему? Соседи. У меня появились соседи, причем играющие соседи. Собственно, я от них оградился, чтобы никто не додумался даже близко попытаться построиться. Кстати, гигантозавр, смотрите, что я хочу вам показать по нему. Так, я с этой менюшкой могу зайти? О, да. Так. Ну, вы понимаете, что я хочу вам показать, да? Так, давайте-ка я вам подниму голову вверх. Так по басяме будет выглядеть. Так, теперь эфочка. И... Урон. Клево, да? Клево. Вот, вот. Это такой эпик, что вообще. Это просто охота еще раз повторить. И обычное рычание. Гига это гига. И с гигантозавром никому не сравнится. Смотрите, сколько сраного урона я ему вкачал. И вот просто, вот просто от души сейчас пойду показываю базу. И покажу вам дамаг. Ну, кстати, вот она самая, собственно, и база. Вот за этим камешком моя база. А вот она база. Ну, не знаю, они прям построились в упор ко мне. Я ненавижу соседей. Но, в целом. И смотрите, дамаг. Твою мать, уже 9000. Вот я ему вкачал дамаг. Алло. Я тебе дамага вкачал? Чувак, я тебе дамага вкачал. Так, и давайте, так, посмотрим. 9366. 9366. Запомнили, да? 9366. Один раз кликаем. Молодец, чувак. Погнали дальше. Ой, да ладно. 9366. Так, давайте на мамонтов. 9475. 366. Ну, соточку прибавляет. А именно 106. И давайте еще... Да блин, чё я накажем? И давайте еще разочек. Так, 106, да? Да, то есть, соответственно, сейчас 470, 481. Ой. Фу, 581 должен был быть. Побольше. В общем, 110. В среднем он прибавляет за... Один клик по урону. Я три раза кликнул, то есть плюс три сотки. Офигеть. Просто. Он мне сейчас должен десятку дамажить. Ну-ка, давайте-ка проверим. Так, дерево. Уйди отсюда. Дерево. Уйди отсюда. 9, мать его, тысяч дерева. Ну, 10. Да, почти сотка у меня уже бьет. Вот просто зачетненько. Просто зачетненько. И еще немного дерева. И еще немного дамага. И еще больше вкачиваем. Урон. И, конечно же... Ну, как вы думаете? Пойду я на болото мстить тварям. Змеям и так далее. Вы угадали? Конечно же пойду. Но не в этой серии. Вот. Я уже просто сейчас утром бегаю. И видя вот этот дамаг, я понял, что... Да, чувак. Это надо. Что-то мне показалось, как будто у него глаза блестели. Это просто он блеск. Я понял, что нужно идти, короче. Десять тысяч дамагов. Просто десять тысяч дамагов. Я просто... Нет, я не должен. Я просто обязан пойти и крошить всех на этом драном болоте. Ну, забыть немножечко кустиков, конечно. Ну, это надо на бронте добывать. Кстати, Азак мне написал то, что есть бронте чемпионы. Хм. Неплохая идея. Притомить чемпиона найти. Вот. Так. Так. Одна проблема. И ломаю ноги. Вот. Также он мне притомил Рудольфа. Прикольный Рудольф. Я уже, кстати... Вот пока была возможность, там шляпа, все дела. Я записал новогоднее поздравление. Была такая возможность. Вот. Да, за месяц. Но суть в том, что я записал новогоднее поздравление. У меня есть новогодний костюм. Слушай, он у тебя лежит. Нет, не у тебя. Так. Разземляйся. Рудольф кайфовый. Рудольф реально кайфовый. У него в чем огроменный плюс? Пока он стоит, он регенит хп. Ой. Выносливость. То есть он просто даже в воздухе, если он стоит, он регенит выносливость. И это просто офигенный кайф. Та, три, четыре. А вот опять. Вот такого-то сет Деда Мороза я сделал. Сам покрасил его. И реально вот такой сет Деда Мороза. Я уже сделал поздравление с Рудольфом и все дела. Я, если что изменится, я его просто изменю. Оставлю, видеоряд оставлю тот же, а сет изменил. Я от Зака подхожу, говорю, типа, ну что, похож на Деда Мороза? А как раз он меня там спрашивал, ворот и так далее. Ну, что, ко мне полно, я почему бы и не помочь? Вот. Тем более он мне такие подарки делает с томлением. Ну, вот. Ну, думаю, что, надел ему там ворот больших, огромных, короче. Дофига, короче, сделал там что-то, не помню сколько. Вот. Ну, в общем, дофига. Около 20, что ли, огромных. Там немного фундаментов, стен там около 40 фундаментов. В общем, фигня. Вот. И это. И как раз он скидывает ему подарочки. И что, типа такого. Ну что, похож на Деда Мороза? Ой. Нам поржали. Вот. В целом он кайфовый, кстати, не показал. Смотрите. Допустим, вот. Бегу, 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 бегу. Опаньки. Устал. И. Шлепс. Остановилась. То есть просто тупо бежишь, бежишь, встал в воздухе. Ай, я что-то устал. Отдохнул. И дальше побежал. Рудольф кайфовый. Но его нужно вкачивать. Кстати, у него дамаг и так далее. Все вполне неплохо. И вот как литун, кстати, он по кайфовый будет реально. Потому что он бегает. А, солому он хорошо так добывает конкретно. По сути, обычный олень плюс литун плюс отдыхает в воздухе. Так. А, еще он мне подогнал вот это. Райхорн. А, здесь он риноцироз. Точно. Риноцироз. В общем, альфа носорога подогнал. Тоже прям конкретно. Как видите, он здесь уже конкретно так раскачался. Что тебе вкачать? Да, конечно же, урон. Все тебе в урон, урон, урон и еще раз урон. Ты и так босявый будешь. Опаньки. Какой левел стал? 384. Отлично. Вот. И, собственно, вот такой вот Райхорн. Я ему... Повел, господи. Надо будет назвать тебя Райхорн, чтобы я не путался. Вот. Вот такой вот носорог. Собственно, альфа носорог. Тоже кайф. И где-то, где-то здесь у меня спрятался. Он так стесняется. Он такой маленький. Такой прикольный. Такой маленький. И офигеть как дамажущий. Вот он. Альфа Саблизуб. Кстати, реально кайфовый. Вот я здесь поставил. Так у меня теперь освещается, как подио, все дела. Альфа Саблизуба тоже мне подарил. Тоже пришел сегодня с работы. Смотрю, там Альфа Саблизуб. Альфа... Волк красный. И гигантозавр. Блин, 12 минут прошло, а я только рассказываю про динозавров. Ой, меня опять будут писать в комментариях. Чё, это мы опять не... Ну да, 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 да. Короче, здоровья хочу на десятки. Вот, Альфа Саблизуб. Броня у него 50, понятное дело. Потому что другой нет. Вот такой вот кайфовый Саблизубик. Вот. Ну, кстати, у меня прикрыли в комментарии. О, серия в 40 минут. Пиши такие почаще. Личнее я считаю, что обычно людям не нравятся длинные серии. Такие дела. Кстати, поставил сюда холодильник. Хочу весь дом перенести сюда. Вот. Потихоньку скидываю. Ресурсы, как бы, и все дела. В общем, хочу весь дом перенести сюда. Пока что. Вот. А потом уже всё это застраивать. Вот. Ну и, собственно, так как идей у меня нету о том, что снимать, что делать и так далее, то последующая серия, как вариант, будут серии по строительству. Я буду строить огромнейший дом. Вот. Ну, кстати, давайте я с воздуха сейчас покажу, как моя территория выглядит. Вот так, собственно, и выглядит моя территория. Как видите, я занял огромнейшую территорию. Почему? Потому что так хочу. Вот. Я поставил и по верхам. Везде, короче, можно поставить. Вот там я поставил. Вот там поставил фундамент. Фундамент там. В общем, везде, где можно было ставить фундамент, я поставил фундаменты. Для чего? А чтобы никто их не застроил. Ха! Что-то пришло. Вот. И вот он мой сосед. Ну, учитывая, что он сегодня еще ввел набор в свой трайп, короче, я решил застроиться конкретно. И одно могу сказать. Народ, если у меня на территории поставят кто-нибудь фундамент, в том плане, что поставят фундамент и не захочут убирать, я напишу администратору, и он не поможет мне и не уберет этот странный фундамент, то я сразу же меняю сервер. Я не собираюсь смириться с тем сервером, где люди друг другу косячат, и администратор этим никак не занимается. Я сразу же меняю сервер, я выкину весь лут с этой стороны базы, здесь не останется ничего, здесь будут стоять только динозавры. Я выкину весь лут, так что мою базу не будет смысла рейдить. Вот, а если вы зарейдите, то толку вот этого ноль будет. Ну, здесь останется только динозавра стоять. Вот. И, собственно, здесь я буду строить базу. У меня есть некая задумка по строительству этой базы, и я что-нибудь придумаю. Кстати, я не знаю, говорил, не говорил, но у желтых, как там серые и белые бадасы, у них, в чем кайф, они моментально разворачиваются. То есть вот, 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 прям, вот прям он может разворачиваться. Вот куда поворачиваюсь, он сразу же сворачивается. Когда обычный же, вот, поворачиваюсь, и пошел, пошел, блядь, ой, бежит, бежит, родники, прям, бежит, потихонечку, потихонечку прям бежит. Ну, вы поняли, то есть, это реально боевая единица. Так он не плохой. Запустил запись, как раз во время пролага. Ну что, мой мили-дом движется вперед. И, кстати, вот еще одна причина, из-за чего я не хочу говорить, где я играю. А, из следующей сезона я, как вариант, не буду говорить, но когда он будет, еще не знаю. Но вот, в общем, из-за таких вот построек. Люди приходят на сервер, строятся рядом, а потом забрасывают игру, и все. А эта постройка-то, черт бери, мне мешает, в том плане, что она прогружает. То есть, моему компьютеру нужно ее прогружать. Тоже такая проблема. Ну да ладно. Как вы видите, мои волчата все загрузились хорошо и прекрасно. И чтобы не оббегать вот это вот все, прям туда-сюда и так далее, я построил дачу. Да, я построил себе дачу. Офигеть! Вы это видели? Это что за твою мать-то было? Ешь, обосрался! Я реально подумал, что это... Да ладно, это так молнией сверкать теперь стали! Вот теперь конкретно, зараза, страшно. Чуть даже не сматерился, как страшно. Офигеть! Вот это офигеть! Реально круто! Вот это эффект так эффект! Помните, я говорю, что вот это мерцание офигенно просто сделано там на моде было, где молнии убивали. Теперь и здесь это офигенно сделано. В общем, сделал я себе такую вот маленькую дачу из 21 фундамента. Ой-ой-ой, взлетай, 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 выше, выше, выше. Я не залетел немного в дом. В дом немного не залетел. Вот, отлично. Вот такая вот удача. Как видите, надо было, конечно, чуть подлиннее ее сделать. Ну да ладно. Сейчас надо будет поставить ворота. Как вариант, я сейчас здесь налутаю дерево и поставлю побольше сделаю, чтобы все-таки голова немножко пряталась. Вот. В общем, суть в чем. Болки спускаются и дальше уже все по накатанной, так сказать. Вот. И это для того, чтобы спрятать немножечко своего хитцаля. Ну и загородный домик все-таки нужен. Вот. Сейчас оббегу туда вниз, спущусь и вот там, собственно, пещера. Это раза в три меньше путь, нежели мне нужен. Я уже сделал огромные ворота, так что сделаю огромные ворота. Как бы поставлено на всякий случай. Вот. Потому что мне потом надо будет как-то сюда забежать, так как я китцаля уберу, чтобы вот такой вот фигни не было. Как видите, да, то, что может любой забраться. Я его сдвину вперед. Соответственно, мне нужно будет увеличить домик немного, но это все фигня. Мелочи жизни, как говорится. Вот. Ну а уже включусь, когда буду ближе к пещере подходить. А то и так, блин, времени много отнял. Восемнадцать с половиной минуты. Да уж, народ. В общем, такую братству собрать было тяжеловато. Но в целом я очень сильно рад. Смотрите. Четыреста пятьдесятый левел, да? Смотрите, теперь что делаю. Ииии... Они атакуют мою цель. И мы просто-напросто раздербаним этого волка. Ой, это там кто? Рекс подошел? Ой, Рекс, извини, чувак. Мы тут мамонта били. Мы тебя случайно убили. Вот такие вот дела. И причем это уже не первый Рекс на счету вот этих вот чуваков. И... Я тут, короче, чуть не встрал. Вот этого вот волчика. Я решил напасть, собственно, и там проверить, так сказать, как моя братва работает. Ну и, собственно, напал. Кицарь, понятно, среагировал, вылетел. И я хотел к нему подойти и отвезти на базу. Я застрял на бревне. Прыгнул. И так как эта скотина летает очень далеко, а я был на разгоне, а он летает еще дальше из-за этого, я вылетел из гнезда. Я реально упал со скалы. И когда уже вылетел туда, думаю, блин, что делать? Ну, понимаю. Надо, короче, если спрыгивать, то только у самой земли. А вдруг выживу? И прикиньте, реально, около самой земли, там буквально в пару метрах, я спрыгиваю с земли. О, спрыгиваю с волка. Я падаю, ломаю себе кости, почти вздыхаю. Но я живой, черт побери. И волк живой, я живой. Ну, думаю, ёптель-моптель. Кстати, я тут сделал очки ночного видения. Не знаю, видели-не видели, я их показывал-не показывал, но... Такая говнища, блин, вот, блин, в них ничего не видно. Так просто слишком ярко, настолько ярко, что в них ничего не видно. Но в кромешной тьме очень даже кайф. А днем... Ах, лучше их не надевать, я чуть не ослеп. Погнали, короче, в пещеру. Твою мать, как тут ярко, темно. Давайте утра дождемся, ну, все в жопу. Кстати, пока ждем... Вы заметили? Ауры нету. Я не знаю, что за фигня. И, кстати, вот со змеями эта фиговина, это с Анунаки. То есть, именно сам мод виноват в этом. То есть, никто не знает. То есть, везде, где стоит мод Анунаки, везде такая проблема со змеями. Администратор залазил, кстати, я это раньше узнал, чем мне написали в комментариях. Но огромное спасибо, что поделились. Если бы не узнал, то будет только мое спасение. Ну, здесь на сервере начали об этом обсуждать. В общем, администратор попытался что-то сделать, но ничего с этим невозможно сделать. Только если залезть в коды. А это означает фигово все. Я не знаю, рассказывал об этом или нет, но, в общем, решил рассказать. Но про Ауры я вроде бы не рассказывал. И смотрите, Ауры нету, которая давала защиту. Такого фига! Ауру убрали. Теперь жопа мерзит. И, кстати, я надел самую броненосную свою одежду. У меня бронирования ничего нету. Я ее покрасил. Черно-зеленый цвет. Немного тут есть фиолетового такого цвета. Но я посчитал, что такое более или менее. Не знаю, как покрасить лучше. Но покрасил хотя бы так. И на том хорошо. Вот. Броня почти 1600. 1600. То есть, вместо... В общем, ни о чем короче защита. Ну да ладно, хоть что-то. Потихонечку здоровье себе качаю. И на том хорошо. Кстати, я теперь 90-й левел, наконец-то. И я могу сделать композитные стрелы. Но, опять-таки же, есть ли у меня в них смысл? Потому что у меня есть хорошая змейка. Которая торпора 30 тысяч просто дает. Но, опять-таки же, тоже есть по сути смысл. Потому что это же все-таки стрела. А у меня там ядреные желтые луки есть. Так что они тоже будут давать нехило торпора. Это надо будет затестить. Как-нибудь либо в серии покажу, либо расскажу. Ладно, ждем, короче. Да уж. Утро-то наступило. А вот только буря. Это прям кошмар. Но мне нравится. Мне нравится, как эта стая выглядит. Это реальный кайф. Вы только посмотрите. И молния добавляет такого эффекта, что просто кошмар. Но, в целом, прикольно. Блин, обожаю это. Ну ладно, погнали. Че уж. И так, ждали долго. Жопа, она начала уже отмерзать. Погнали, короче, в пещеру. Ну, все, уже за задницу. Не знаю, что здесь, как здесь. Я сюда ни разу не сходил. Если честно, очково. Но, после того, как я увидел, что могут мои волки, мне уже и это не страшно. Так, здесь у нас ресурсы. Кристалл, металл. Окей. Так. Читерский способ через альт. Ага. Оба-на. Хьюстон у нас проблемы. Йети. Вот оно, где Йети обитают. Отлично. Ледяная пещера, Йети, все дела. Вы его там догрыты до конца, там, типа, хавка. Ладно, погнали. Угу, наверх. Так, ну, того, 25-й, ни о чем, короче. Так, а это кто там за мелочевка? О, ну, 245-й уже поинтереснее. Отлично. Погнали дальше наверх. Посмотрим, что у нас здесь наверху. Так, не отстаем. Парни, не отстаем. Ой, да ладно. Вот это я не ожидал. Соблюзовый 245-й. Отлично. Кстати, мне, чем приказывает Красный Альфа-Волк, он реально, есть фон застревает, и, то есть, бежит, да, за тобой. Застрял, он прыгает. Во-первых, альфачи, они офигеть, как высоко прыгают, и даже нехило так себя дамажат, когда прыгает. Но, есть фон застревает, он реально начинает прыгать, и выпрыгивает из этой ямы, там, и так далее, из этой преграды. Это прикольно. О, Йети. Йети, чувак, прости. Я хочу тебя убить. Какой-то он прям... О, там Волк был. Циблизуб. Мы Йети-то завали вообще? Отлично. А Йети-то завали... Вот, 345 левел. Офигеть, у него там, наверное, нехило так... Босявенький был. Так, это что у нас? Это у нас нефть, да? Блин, тяжело, темно, ничего не видно. И я не вижу наших чуваков. Я не вижу наших чуваков. А, вон они у меня застряли. Фу, господи. Не понял. Их, что, завалили, что ли? Офигеть их, Йети завалил! Альфачи? Да ладно. А, подожди. Реально, блин, они мертвы. Твою мать. Вот тебе и Йети. Просто тут тебя туда... Да, здесь 20 тысяч хп. Погоди. А это кто? А, одного только завалили. Фу, твою мать! Я обосрался уже, думаю, вот это... Ай, господи, они целые! Это лютоволк! Чёртов ты, козёл! Я подумал, что это мои, сдохли. Господи, а вы где лазили? Офигеть! Я уж думаю, какого фига? Рекс ввалили, а тут какой-то... Офигеть! Надо им дистанцию вообще мизерную поставить. Так, что у нас здесь? Ну, здесь у нас ресурсы. В основном ресурсы, те, которые можно и на поверхности достать. И на поверхности достать их можно. Здесь хорошенько поискать. Так. Парелинский! Тихо! Это мой дарволф. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Я хочу глянуть, я хочу глянуть! Чуваки, я в вас верю! Это какой там дамаг они наносит? Господи, это Данищевский дамаг! Я хочу посмотреть, сколько у него хотя бы... Торпора! Паучки! Да ладно, паучки! Машу-машу! Машу-машу! Вы чё, борзели что ли? Э-э-э, хорош! Всё, понеслась! Ты смотри-ка! Я вам сейчас голову вскрою за своих волков! Вы чё, борзели что ли? Сюда иди! Слышь! А мне срать, сколько у тебя там хп! Я тебя сейчас так запинаю, тварь ты оборзевшая! Сюда сказал идти! Ах ты ж ублюдок! Я тебе устрою, Кузькина-Матрюськина! В натуре! Оборзевшие создания! Так! Это явно не то сделал! Такс! Немного надо похавать, это сто процентов! Так-так-так-так-так! Давайте здоровье на всякий случай поднимать будем немножечко! Хотя лучше бы домога! У-у-у-у-у! Хе-ха-ха! Обожаю, ты молодёж! Ну вот реально бобёр, медведь и волк! Пока что фавориты! А, ну гигантазолан тоже такой прикольный! но все равно бомбер медведь и волк это фавориты такс это все выкинуть немножко облегчить скорость передвижения все дела было вот они кстати лапа трексов остались только так это тоже скинуть это выкинуть это выкинуть это тоже выкинуть это выкинуть ну понимаете да слишком много хлама набирать тоже смысла нету и на все это скидывать такс что мы имеем вот чё хочу сделать такс срань господня это можно как-нибудь регулировать там типа ярче меньше делать ребят напишите в комментарии пожалуйста вот это ночное видение а так и работает да то есть стране господне ничего не видно гамму крутить не хочу смысла в этом не вижу заморочка еще то ну в том плане что я ненавижу это делать такс отлично такс по кухон дети стой эти стой нити стой нити стой сколько здоровья 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 там чё-то около 6000 6000 мелькала такси какого-то в левел а нормально тут говно короче раздербаниваю как делать нефиг сюда сказал идею короче эти еще то слабая гадость короче не по здоровью не по домам короче ни о чем по сравнению с моими волками это вообще так себя погнали дальше сейчас будем зачищать эту локацию это будет нашей территории такс стоять я хочу проверить в одного сходить прыгать не хочу а почему прыгать не хочу но вы видите да как он прыгает я просто могу выбраться из гнезда так надеюсь по сути все то же самое только и по кругу прошел сюда ай блин первый план пролаг отлично в общем фигня полная я прошелся просто по кругу отлично вперед двигаемся за мной и атакуем все что двигается к примеру тебя о отлично сам заводил так все живы целы здоровы орлы молодцы так держать погнали надо именно именно дать кстати пишите в комментариях вот смотрите как у них левел то есть есть красный есть два белых и есть синие синему как вариант я сам дам имя не ходим вы придумаю алёк учеба бордели я тут между прочим подписчиками разговаривал иди сюда я сейчас устрою но тут обордевшие создание так ну-ка торпора я уже думал там торпор дает дофига вот смотрите 700 левел и 600 какой-то там левел то есть пишите предлагать свои имена то есть что там как там алёк вот нифига 641 вот предлагать имена то есть допустим 600 ты 600 плюс левел такое имя 700 плюс левел такое имя нам красный такое имя ну а для 7 синенького с бадасикой я сам чем-нибудь придумаю о алёк вы чё о да понеслась понеслась так стоп и слышь я сейчас оборзевший ты создание так добываемся давно все добыли отлично мне мне нравится на волках мне нравится вот мне нравится соблю зубы конечно хорошо броня все дела тем более у меня там альфа соблю зуб но волки все равно прикольные обожаю волков такс главный в реальности не встретить потому что волки они не сильно добрые такс за мной и я конечно и в соло справлюсь но зачем заморачиваться лишний раз когда так быстрее у ети твою мать ты что там вылез откуда ни один вот это короче я смотрю тут пиршество то пошло пошла жара пошла жара ой еще и литоволк ой но я не забуду как я перестрелся думал что моих по перевалили честно уже не знал что делать я все равно продолжал будете вперед но моих мою стаю просто так не завалить тихо 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 а твою мать вперед вариантов 0 из-за этого из-за этой скотины 595 л понятно почему такая фигня у меня там 15 лавала них так что 15 к здоровья так что я думаю выживут все пучком тем более мы их раздербаним куда намного сильнее быстрее отлично вот это мясо вот это кайф ледяная пещера я тебя уже обожаю экшон больше экшона хотели экшончик а вот он вот он экшончик будем ходить по пещеркам вот с такой братья будем ходить по пещеркам теперь уже вижу что есть смысл эх чувак фас вы это видели у стрелки показал так стоять я реально вот с этим прицелом короче суть в чем сейчас объясню сейчас на будем сюда были короче смотрите у меня на f2 за бинди на эта кнопка я зажимаю у меня появляется прицел и соответственно я навожусь на него и сейчас кого-нибудь найдем и есть кто живой так ладно ну это круто офигеть я таких эффектов не видел или это новые эффекты кстати напишите это на анонаки так или это реально новые эффекты просто в арки добавили допустим вот купальки и они пошли просто дербанить всех и вся а я пойду другие германии нечего славу отбирать у своих соплеменников состоится у своего прайда точно это реально прайд это место это прайд где каждый устраивает того же устраивает вакханалию врага о юный саблезуб вот ты зря короче здесь чувак нам на это волосы наткнулся так там в случае мне артефакт артефакт вот это хорошо а то у меня всего лишь там один артефакт точнее два одинаковых артефакта один из домов мы притащили точнее я спер в наглую спер ну собственно это артефакт воды он лутается легко а вот если фазака нужен вот я ему еще притащу это не проблема вот и один я сам залатал и один там сначала а это артефакт как я понял какой-то зимы наверно будет но посмотрим посмотрим я здесь ни разу честно ни разу не был я давно хотел залезть в пещеру и слава богу что я не залазил потому что тут надо подготовленным ходить подготовлен в плане динозавров в плане питомцев назовем так даже не динозавры это волки блин какие динозавры чай тащит вот и куда он соблюзу ты что обалдел так нигде я видел ты люблю тихо и очку игре тоже просто тупо не всегда а вон и артефакт ящик с припасами а люблю дожди не давай короче сначала это залутаем он исчезнет соответственно и назад вернемся так еще врагов еще врагов враги не обнаружено отлично ведь отлично твою мать а я блин вот у меня загружена перегружена просто дожжутика отлично так и кто из вас мешает вылезти можете закончилась эта мини-игра о том как вытащить все-таки синего волка офигеть ладно так стоп стойте я пойду один офигеть смотришь какой кайф и думал там дальше есть все нифига от в упор такс лопаньки чё я могу да так это че я могу отлично сколько я знаю когда артефакта берешь ничего такого серьезного не появляется фиолетовый топор рецепт это реально артефакт ой в смысле эту офигеть рецепт фиолетового топора круто я вот честно честно вот или богу я первый раз по пещерам лази я не знал что и может такое доставить этого пещера только артефакт есть клево так чё хочу увеличить чуть-чуть и походить за рули тебе хочу влечь на всякий случай кайф ну-ка танцуй 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 так кстати все таки раз уж я здесь и могу это проверить ты нефть алё ты нефть говорю ты нефть ты кристалл же да ну ладно короче отлично отлично поймать твою мать твою мать он был сразу напрямую уже перепрыгивать и все и не заморачиваться так отлично чё хочу глянуть нет это другой артефакт другой артефакт ай черт он ударился ударился бедняжка уже кушай 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 конкретно ударился башкой об стену так все бежите за мной отлично блин не заблудиться бы здесь я пришел оттуда так стоять здесь я пытался пройти значит я пришел оттуда все пучком так стоп там я вырулил погнали за мной бежите бежите за мной все погнали так реально бежите за мой алё говорю бежите за мной а ну да я же это повернул я не вижу так раз-два-три все пучком я им кстати пока нам в каблу это повкачивал немножечко статов у меня которого до 700 и лэву у него там уже конкретно дамаг а чё здоровья качать не надо ему только дамаг и качай дамаг и качай вот так что у меня уже конкретно такой чувак или чё их я не знаю думаю раз сердечник не появляется начал чувак иду все чуваки матерки брутальные боевые волки вот и собственно кстати мне даже интересно стало алё у меня там кто так не ну ты хорош борзит так так мужской 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 да вроде бы они все мужского стойку дым алё блин хорош так прыгать пытаться суицидники недоделаны сюда идите нафиг все вас а вот я туда поднялся надо было сюда подняться лично да иди я сейчас голову вскрою скотина стоил между в ее двоих о я не один два на два разделились отлично поделили врагов погнали помогать нашим отлично черта бри я чувствую эту серию короче затянется на час блин ну это натуре я хочу на эту пещеру посмотреть полностью показать вам вот и до что да когда где и хорош застревать вот это огромнейший минус того что вы видите так погнали я же ты хочу со всеми прорваться так отлично чудо фигня чему нас атакуют сзади давай вперед вали всех всех убили отцы подержать сумочки точки сумочки 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 и жмот ягода говно вот отстой ублюдки просто 4 не знаю на этом сервере бутыльки с опытом не подбираются я проблем очка маленькая мальчика проблем очка ним в сумочках остается иногда а вот хорош запирать меня тихо 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 без паники я сам пройдусь а дальше тоже фигу не согрались отлично отлично беспредельщик ты там на меня не нападешь пока я буду это татса там все дела такой level гнище 150 фигу в 1-ка мне надо артефакт залутать шагер контейнер для артефакта а а здесь артефакт артефакт небесного города чу чу небесного лорда за ту а найден запутанном лабиринте тундры сам вот как это называется запутан лабиринт тундры офигеть больше одного экземпляра за раз это я знаю то что они там запутанный мать его лабиринт тундры вот как это говно обзывается но это запутанный вот это я конечно да вот это я ну бас не знает элементарных основ давайте посмотрим как здесь будет светло ну хорошая гадь срань господня не я поберегу ай твою господи у него и рожа я поберегу и ваши глаза и свои глаза но все в жопу я воды не набрал нам дерьмо кстати у вас там никто не залутал водички случая там бутыли очень часто падает так лично на разворот и этот бьем его нафиг вали его стой твою мать погнали 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 не быстро 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 быстро-быстрой не очень мало раскачены маленькие но вперед чем беспокойся наш уже здесь дома наши помогут а наши не бросит в беде и всех завалит у меня валим по почкам у по почкам отлично айфас 700 в ловле он всех убивает единоличник натуре ну какой большой ети а чё это я завис очень 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 много пролагов стало именно когда я пытаюсь записать мне это не нравится конечно но что поделать раздербанили всех кто попал что по пути я хочу гляну я хочу авару пропустите пожалуйста ну и ладно ну и ладно и более таки хотелось так с врагов я обнаружил либо у меня с ассор гербовой а всякое говно в натуре подбираю так ладно отлично туда потом сходим хватит сходить ну это просто мать его реально лабиринт и я здесь ничего не найти не могу да добываю да добываю там а ну артефакт нашел хорошо отлично артефакт и нашел нашел контейнер с припасами то есть я добыл этот долбанный рецепт на фиолетовый топор хорошо отлично это тоже неплохо что еще все все дофига поубивал наприключался и о алё чё мне дорогу преградил хорош натуре нафига приключения нашел на свою задницу ну и собственно нехило так вкачал своих волков и все ну ладно тоже вполне так себе неплохо вот это пауков вот это там йети о да оу е понеслась волна пошла не конечно альф самку было бы неплохо усилена узами все дела это вроде бы дамаг увеличивают и так далее то есть они босями становятся это было бы неплохо или альфа чине усиливаются узами надо посмотреть кто они у меня по полу все и кстати напишите в комментариях что за усиление узы узами что она конкретно дает я знаю что он там типа бафает но что конкретно дает у меня показалось контейнер что есть все равно я залагал не прям конкретно начинают это все чаще и чаще и чаще лагает игра у меня ну вот пока я лакал у меня нет вот кстати чем хорошо вот именно в такой компании бегать даже если ты залагал и стоишь себе спокойно и смотришь на все происходящее то твои друзья тебе помогут и всех нафиг завалят чертям собачьим а бежим дальше тупой лабиринт натуре так что у нас здесь здесь у нас будущие трупы так что у нас здесь здесь маленький заход залет и в общем убиваем всех чертям собачьим отлично 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 я блуждаю как кретину вот это единственное что я могу сказать поэтому поэтому про этот лабиринт кошмар здесь реально до стрим устраивать по этому лабиринту не буду я стрим устраивать ну хотя как вариант можно устроить стрим ну по крайней мере хоть какое-то прикольно будет действие причем конкретное действие да уж не сначала я все пещеры которые так сказать в шаговой доступности обойду на сериях на стримы уже ну кстати да можно по сути уже стрим по ледяной пещере устроить ну я же ее прошел на серии хе-хе-хе-хе вот такой я человек нифигу пиццу строковую вот эту тубася вы попались мне на 5 же это ж мои волки они они любого раздербанят от фачи как ни крути ну и плюс бадасик бадасик он их замедляет собственно для этого я и искал синего нас я хотел без вариантов синий бадас мне нужен я это решил сразу вот поэтому я искал конечно можем одного белого заменить на одного огненного хе-хе-хе что фиг жарить нафиг вот но как бы это если в найду если найду если встречу то заменю одного беленького на огненного вот и все будет пучком кстати чуваки давайте посмотрю мужской алё блин хорош так давайте половину 729 мужской опять 729 685 5 мужской что 12 мужской и у меня он тоже мужской мужской мужик ты мужик да очень пишите что за узы и что они дают конкретно а не так то что усиливают это просто усиливают это я знаю что усиливают а вот а желательно бы в конкретно тоже можно ссылку тоже как бы не проблема что у нас здесь из говно блин здесь у нас круговое движение но я опять таки же а нет не нашел никого ну блин натуре ммм кстати получается вот у бадаса 130 скорость о а этих 150 они бегают на одной скорости где тут уже был они бегают на одной скорости и все пучком так ст pyramid я опять поднимаю сверх мг назад вернулся то есть я по низу прошел кругом так на ватика еще разочек а нет нифига ходу живут уишь подписал я перестался нифига не кругом прошел ой это что там кто-то пытается плевать что ли алё вы чё ну глади-ка всех убил на 1 вот место бежал по леву чисто уперевшись грубо говоря к левой стороне и вот набрел на такого-то штуку если не ошибаюсь то бегал да я вот здесь за часа получается и пошел туда о баги баги я могу смотреть спустя твою мать алё блин вы чё хорош так обнагрели ну хорош наглеет ну чё тут чё собрать я же ну да я вас бося вино много ну что поделать а зачем драться то сразу ну ладно даже поздно я ползал урон уху ху 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 вот вам задницу урода твою мать сколько у вас надо делал так берет не меня балки прикалывает и ну вот как они здесь исполнены мне это прикалывает дебил еще не вон он бежит родненький ну что ты так меня букаешь то натуре я же испугался я реально думал ты куда ты исчез отлично погнали дальше смотреть что у нас здесь наверху может еще как какой контейнер найдем и кстати напишите в пещерах в целом сколько контейнеров сколько артефактов артефактов понятное дело один а черт побери знал бы я бы не прыгал артефактов понятное дело один да твою же мать вы что творите то блин а вот а сколько контейнеров с артефактами так стоять вот напишите тоже в комментариях потому что ну то есть понятное дело всю информацию о пещерах я не читаю в этом не разбираюсь я вот не читал этом не знаю и понятное дело я хочу об этом узнать так стоять вот так вот твою мать ну что я нажал что я нажал я нажал на метро они соответственно будут атаковать мою цель так 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 отлично теперь на f6 у них атаковать мою цель ведь так махцы а теперь стоите здесь и ждите выход да ладно я выхода пришел я прошел кругом и пришел к выходу так я конкретно заблудился не ну это хорошо что я уже пришел к выходу и ага я пошел тогда по верху да а вернулся я понизу вот она чё как она как она пара и зашло где еще один тут ты там упал бедняжка наш погнали погнали за чуваком как штак своих мы не бросаем тем более в таком опасном месте у вот это пошла жара пошла жара пошла жара пошла жара пошла жара твою мать хоть на кого-нибудь вода вот тогда я собственно также и свалится только свалился другого места ну вы поняли да как можно спасти своего динозавра просто под самый конец подвигаете все нормально все пучком будет обалдеть я черт побери жив сейчас три гениса они нифига не три генисе меня жопа отмерзает я жопа отмерзает поэтому они мне не сильно то отмерзал она она может отхилялся короче пофигу все нормально все пачком я же целый орел и мой волчок жив черта бери вот я и надо разгружать уже себя нас конкретно глади это здесь не было или это не прогрузилась на просто я здесь не мог ты мог и иду прыгаю ваша равна так ты чуть бы куш руку суда идет вот он пошла жара и алё алё блин не борзеем понятно они же атакуют мою цель да уж так там уже чуваки нас на полисе так далее так что блин тут вообще но идея для стрима у меня просто возникла из ниоткуда так что все кайф хоть какие-то стрим у нас будет веселый и энергичную так отлично надо разгружаться надо реально разгружаться у нас такое мясо сколько всякая говно молотал я и много ёптель моптель очень огромном количестве всякого дьерма залагал сколько десять тысяч хитина нафиг его я знаю где лутать теперь на болотах там пауков тонна так ну так уже получше так надо самих разгрузить так ну отлично разгрузился и собственно вот нашел я в волках три таня экспирис паушен яден медиум хилл паушен так что неплохо но у меня есть еще ларджи хилл паушен ну так на всякий случай взял особенно хилки то мне нужны жопа отмерзает видать ночь настала ночь настала ах ты же блин точно ночь настала отлично я вот этого не помню так что надо сюда пройтись так вы бежите за мной отлично я этого не помню и не зря его не помнил ящик с припасами второй черт побери ящик с припасами есть никого не вижу фиолетовый хитин и хитиновые штаны но тоже неплохо учитывая что рецепт погнали дальше а раз ящик с припасами значит я здесь сто процентов не был отлично погнали следующую развилочку так одно получается развилочку я сходил так теперь погнали во вторую быстрее 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 так там бежите же да за мной все пачком да-да-да я замерзаю жопа мерзнуть и дела все нормально хорошо такс тонны металла и йети которого надо завалить срочно сейчас только отлагаюсь пауки погнали я в елочных пауков пойду ай черт у вас стоит атаковать мою цель болен черт-черт побери надо короче вспомнить на про эту фигню короче о точно я поставлю вас а нет если я поставлю я не знаю что лучше поставить агрессору поставлю нейтральную поставить что ли тогда хотя бы ну хитина здесь добывается тонны так что есть нужно будет хитин вдруг не нужно будет цементная паста большом количестве для металл построек то я знаю где их искать честно до этого никогда не знал что здесь столько хитина просто до усрача даже если в переводить на 1x рейты они 10x рейты то здесь у меня очень много хитина очень до усрача много хитина у них у каждого где-то по 4 в среднем тысячи у меня сколько 17 до десятку я выкинул 17 у меня так что офигеть просто уберите говорится одну десяточку и вы поймете сколько на 1x рейтах можно добыть здесь хитина очень много очень много хитина можно добыть так что если в будет нужно то я пойду именно сюда алют и чё борзел что ли ну-ка разберитесь с ним ребята я пока тут гляну я понять его где это мы находимся фото где артефакт ищу я походу около него и был ящик с припасами контейнер для артефакта да ладно уж а если я допустим в тебя хожу артефакт волчок ты сможешь утащить его она по сути он в тебе сейчас и лежит да он же это тебе лежит я отлично еще один такой я умный молодец натуре оба на чё за фигня и кстати походу здесь я был просто уже по новому спал заспавниться пока и сбегу чё за разборки кого бить уже никого отлично всех раздербанили так ну что по ходу дела я все прошел блин уже времени час прошло офигеть да рома ну что пошел и короче тогда от седова да уж немного времени прошло а артефакт уже опять появился так что они быстро спавнится так что остается только рассчитывать на вас чтобы скажете сколько конкретно артефактов в каждой пещере и сколько ящиков для этого контейнеров с лутом очень на вас рассчитываю ну вот блуждал 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 искал переключения а в итоге так и нашел выход я уж думаю конечно я опять потерялся но в целом неплохо что я хочу сказать по этому всему путешествию прикольно знаете прикольно мне понравилось мне очень понравилось вот это вот все путешествие вот это вот война с едем постоянная тима непонятный ничего не видно к тем собачьим хоть день хоть ночь ну хоть ночь это все полная фигня там просто жопа отмерзает ночью посильнее а вот волки просто кайф от зака еще раз спасибо за то что помог с волками это просто офигенчиком вот бадасика я словил 585 что ли левом там конкретно короче левом словил прям конкретно левом словил вот и в общем не зря не зря не зря не зря и он меня все-таки предводите как-никак твою мать хорош натуре опять застрял тут твою шти видишь застревает единственный пожалуй косяк то что они застревают они не умеют отходить все дела и так далее уезжать хочу не умеет отходить и так далее то есть когда застревают они этот не умеет делать ой а чё это пролагал пожалуй то единственный минус вот но в целом я хочу сказать одно пока я мотив матерые собратья это просто гроза любой пещеры по ходу дела вот что то ресурс ну в целом короче два рецепта и два артефакта артефакты сейчас я на базу приду и посмотрим как они выглядят это офигенно вы посмотрите как она офигенно выглядит это круто это конечно же офигенно мне нравится мне нравится это классно ехать два поставил пока что сюда два морских у меня там стоят в доме вот по понятное дело я их потом буду именно артефактами я буду делать украшение для дома то есть они мне будут стоять так пафосно красиво вот но выглядят они классно думал будет хуже так ну и что народ то в общем на этом уже все вот и моя база вот мы вот это вот маленькое было приключение часовое причем реально часовое приключение потому что все что я вначале рассказывал про динозавров и так далее я это все ставил потом в итоге на паузу можно так сказать это время и вернул вот если бы я бы снимал без паузы тоже было бы с часочек вот в общем волки отменные волки отпадные как вариант да именно на этом сервере я буду стримить когда-нибудь когда-нибудь потом когда-нибудь в общем как видите у них единого сраного тучи просто сраного тучи хитина а вот когда-нибудь я буду стримить когда еще не знаю ну там это уже видно вот и собственно по пещерам будем лазить так что такие вот дела вот я сейчас посмотрю на наличие бутылей выбились не вывелись но я вижу что просто срать его на сколько много тетина три бутыля на экспу что неплохо кстати электротоник амнезии я из белого кристалла как раз достал он мне как раз нужен вот и все в общем вот такие вот дела народ все пожалуй все на этом я уже буду с вами прощаться вот какого-то банда у меня просто офигеннейшим предводителем моей стаи моего прайда вот ну а я на этом уже буду сам пошел прощаться не забывайте подписываться на канал ставите лайки комментировать на конечно же делиться моими видео своими друзьями пишите в комментариях все что вы думаете как я все что делать прошел на протяжении всего видео тоже пишите потому что мне это интересно знать в общем народ на этом уже все всем удачи и всем пока